Продолжение следует... Когда вы перейдете на эту страницу, у вас будут внизу две галочки. Та, которая уже нажата, ее надо отжать, а ту, которая пустая, надо нажать. Вы можете нажать принять и, соответственно, там, где написано представьтесь, вы можете просто даже первую букву имени назвать, потому что у нас с вами сегодня квиз не на призы, а на такое вот голосование. Поэтому просто первую букву имени наберите и все. Вот, сейчас еще прям вот минуточку можно посканировать QR-код. У кого получилось, поднимите руки. Так, отлично, хорошо. Мы на самом деле потихоньку вот в этом году год педагога и наставника. Я поздравляю всех, кто не только в здравоохранении, но, может быть, занимается обучением, коллег, как и мы. И мы поэтому осваиваем такие новые технологии, как и школьники осваивают, взрослые люди в обучении и мы с вами. Поэтому вот решили опробовать такую технологию. Ну и давайте перейдем на, соответственно, уже страницу, где мы сможем запустить нашу, ну, у нас с вами не игра такая будет, а опрос. И у вас появится пять вариантов ответа. Если кто-то еще не зарегистрировался, то сейчас у нас еще раз появится. Давайте, Майк Вис и номер 00552399. Вот наверху у нас есть номер. И мы просим вас выбрать тот вариант, какая ситуация с замедлением миопии обстоит, как обстоит ситуация на вашем приеме. Спасибо большое, кто быстро разобрался. Все молодцы. Потихоньку присоединяйтесь. И мы сейчас увидим, как обстоят дела. Вот мы сейчас видим, что примерно пополам ситуация, что мы назначаем. Даже практически все назначают, да, но у некоторых есть сложности с коммуникацией от родителей, что это дорого. И вот как раз один из пяти больших вопросов, на которые мы будем сегодня обсуждать, как раз тоже будет вопрос, а что, если дорого, да. Так, хорошо. Спасибо большое, кто еще голосует. Давайте прям последний ответ. Мне очень нравится, что у нас, ну вот, все-таки практически все назначают, да. Так, это круто. Мы тоже скажем, почему это важно, конечно же, хотя вчера целый день говорили о том, почему это важно. Вот, спасибо большое всем, наверное, кто ответил. Если кто-то еще отвечает, да, спасибо большое. Давайте тогда мы завершаем наше голосование. Мы видим, что вы назначаете методы с дефокусом, и есть большая часть из вас, у кого есть проблема коммуникации с родителями, относительно того, что это дорого. Вот как раз, то есть встреча наша с вами сегодня, так сказать, целевая. Не зря собрались. Да, хорошо. Итак, ну, тоже Марина отметила, действительно, вы следуете международным рекомендациям. В 2021 году Мировой совет оптометрии выпустил такую декларацию, которая говорит о том, что, в принципе, все специалисты, которые работают с детьми, оптометристы или офтальмологи и видят ребенка с миопией, они должны, во-первых, информировать, снижая риски по появлению и по замедлению прогрессирования миопии с точки зрения образа жизни ребенка. Также нужно регулярно оценивать, не реже, чем раз в полгода ребенка с близорукостью, и обязательно рекомендовать как минимум оптические методы замедления прогрессирования миопии, причем те, по которым имеются научно обоснованные данные, что они работают. Соответственно, судя по опросу, в принципе, большая часть из вас следует этим рекомендациям. И сегодня мы говорим о контактных линзах MySight OneDay, которые производит компания CooperVision, однодневные линзы для замедления прогрессирования миопии. И они как раз соответствуют в том числе как рекомендациям Мирового Совета оптометрии, так и нашим российским клиническим рекомендациям, в которых говорится, что детям с близорукостью рекомендовано, и это высокая сила убедительности доказательств, рекомендованы и методы с дефокусом, и рекомендованы контактные линзы, бифокальные контактные линзы или мультифокальные контактные линзы, которые формируют миопический дефокус. И контактные линзы MySight OneDay, они как раз относятся к бифокальным, по сути, к контактным линзам дефокусным. Да, мы знаем, что у нас в клинических рекомендациях не даются какие-либо коммерческие названия, есть именно методы. И вот как раз MySight, как Александр уже сказала, относится именно к бифокальным, мягким контактным линзам. И на сегодняшний день, и мы, честно говоря, думаю, можем смело этим гордиться, компания CooperVision единственная вместе с методом MySight имеет регистрационное удостоверение на то, что это метод не только коррекции, но и метод замедления прогрессивной миопии. И прямо в регистрационном удостоверении указано, что это терапевтические мягкие контактные линзы, а в инструкции, с которой вы можете познакомиться, тоже перейдя по QR-коду, указано, что это именно линзы для замедления прогрессивной миопии. То есть это самое, что ни на есть, то, что называется on-label. Другие методы, представленные, они все-таки в основном являются методами коррекции и указаны в клинических рекомендациях. Что же такое линза MySightOneDay? Я думаю, все вы уже видите этот слайд не впервые, но для кого-то, может быть, напомнили, расскажу все-таки, что линза MySightOneDay – это дефокусная, как принято говорить в нашей стране, мягкая контактная линза. И представлен здесь ее дизайн. Соответственно, у нас есть две группы, скажем так, оптических зон. Те, которые отмечены здесь светло-фиолетовым, это зоны, которые решают проблему четкого зрения, та проблема, с которой к нам приходят родители. Ребенок плохо видит, чаще всего они это понимают. Эту проблему мы тут решаем. И вторая наша уже задача, наша стратегия замедления прогрессивной миопии решается зонами, которые выделены здесь темно-фиолетовым. Они имеют плюсовую добавку оптическую в две диоптрии к той рефракции, которая указана на упаковке. И они как раз ответственны за формирование миопического дефокуса. Мы бы хотели еще вам представить информацию. То есть все-таки, когда мы работаем с детьми, мы работаем не только с детьми, но еще и с родителями. И обязательно нам надо, конечно, создавать такой крепкий равнобедренный треугольник родитель, ребенок и врач для того, чтобы вести эту работу по замедлению миопии. И, конечно, интересно, что вообще родители уже знают о миопии и о замедлении ее. Так вот, исследования, которые были проведены в Великобритании, демонстрируют, что 69% родителей вообще не знают ничего о том, что можно замедлять прогрессивную миопию. Я думаю, что в нашей стране примерно та же самая ситуация, от региона к региону немножко разная. Но еще цифра, которая меня всегда как близорукова ребенка, близорукой матери поражает, 50% родителей не понимают, что у их детей может быть миопия. Они понимают, что у них форма ушей у ребенка, как у бабушки, а волосы, как у дедушки, а вот глаза папины, а что-то еще мамина. Но они не понимают, что от них может передаться наследственное заболевание. И вот об этом, конечно же, призвано к этому работать с этим и педиатры, первичное звено. Но, конечно, вообще, когда приходит ребенок даже на профосмотр, и у нас в стране, слава богу, с этим все хорошо, конечно, очень важно выяснять анамнез. Если у одного из родителей есть миопия, ребенок в группе риска, раз в год мы его должны в кабинете у себя видеть, даже если у него сейчас все в порядке. Лучше мы ему раз в год скажем, что все хорошо, чем он придет уже со сниженным зрением, и нам придется уже бороться с последствиями. Ну и кроме того, мы сегодня будем показывать достаточно много видеоматериала, потому что мы пообщались на нашем приеме и с родителями, и с детьми, и хотим как раз продемонстрировать, что говорят родители в наших кабинетах. Итак, сейчас мы как раз покажем вам видео с родителями, беседу с родителями, которую мы затеяли на нашем приеме. Ведь в приеме одна из основных деятельностей, которой мы занимаемся, это как раз коммуникация. Ведь неспроста вот слово «врач», кто знает от старославянского, например, что это означает? Врать, да, но что это значит «врать»? Заклинать, говорить, заговаривать, вот именно, да. То есть по сути этим мы и занимаемся на приеме. И поэтому обязательно нам нужно понимать, что родители думают, и что мы должны им обязательно сказать. Давайте послушаем. Мы познакомимся с родителями тех детей, которые к нам пришли однажды на прием. Все эти дети, они, это не первичные пациенты, то есть они как минимум один раз уже были на приеме, и им были назначены очки. Кому-то уже дефокусные, кому-то монофокальные. Давайте посмотрим на них. Нажмите, пожалуйста, левую кнопку. И ждем. Ага, посмотрите, да, первая девочка у нас Эльвира, ей 10 лет. Близорукость у нее в 8 лет. Начала голова побаливать, она начала жаловаться, видимо, напрягала глаза. И когда ходили, она плохо видела вывески. Следующая девочка у нас, Александра, интересная, 14 лет. Сейчас она носит очки, правильно? Ну, вот она их еще не носит, мы заказали. Ну, да, это как силы? Ну, это не носила. У Александра минус 5, близорукость 10 лет. Очки еще не носит. Не сразу очки. Там, ну, поначалу, во-первых, рекомендовали, когда уже все мероприятия карантинные, стали уходить немножко. Вот, рекомендовали прогулки на свежем воздухе, там питание соответствующее, все прочее. Вот, порекомендовали лечение пройти на аппаратах. Вот, гимнастику глазную. Вот, ну, написали всякие рекомендации. Вот, и потом, периодически мы стали проверять состояние. Вот, обратили внимание, что все равно происходит небольшое ухудшение. Ну, не постоянно, потому что у нас, как сказать, занятия наши некоторые не позволяют надевать очки. Вот мы сказали, что поет в Большом театре, в детском хоре, да. И там, ну, как бы с очками на сцене, ну, просто нельзя просто. Дядка Полина. Наверное, лет в 11 у нее начало ухудшаться зрение, и вот мы постоянно у врачей, у офтальмологов на контроле. Это краткие были выдержки из анамнеза этих детей? Ну, там с хрусталиком, насколько я понял, происходит, там удлинение что-то такое, то есть происходит уже не функциональное, а органические изменения. Ну, для глаз, наверное. Чем опасна миопия? Потому что все равно это к лучшему-то не приводит. Понятно. Вы что-то знаете об осложнениях близорукости? Нет. Нет. Ладно, хорошо. Немножко, вот так, немного. То есть она прогрессирует, особенно у детей, в период и полового срезревания, и роста организма. Осложнения? Да. Ну, не знаю. Ну, катаракта, глаукома, это зависит от этого? Я вот не знаю. Он рос вообще на глазный пример. Это моя мама. Мама, да? Да, у нее были вообще огромные, у нее минус 18, она инвалид по зрению. И вопрос, как влияет близорукость на жизнь? Вот только, например, она снимает, когда спортом занимается, и когда в школе они там с мячиком играют. Понятно, в физкультуре. Ага, то есть я вижу, как она смотрит там что-то в телевизоре, как она ходит в метро. Она опять же, вот ей 14 лет, она уже все больше и больше самостоятельнее становится, или ей нужно увидеть номер автобуса, или ей нужно название остановки улицы прочитать, и я вижу, что это вызывает затруднения. И опять же, мне кажется, плохое зрение, это еще опасность. Вот на дорогах сумерки, нерегулируемый переход. Это мешает то, что, ну, элементарно, вот мы на спортплощадку ходим, там футбол играем немножко с ним, и ему тяжело ориентироваться, когда, допустим, мячик издалека летит, то есть объект неожиданно появляется. Вот, то есть, ну, где-то, где можем, вот если вместе идем, через дорогу элементарно переходить. То есть едет машина, если далеко, то как бы, ну, опасность в том, что может ее не сразу заметить. Все равно, я считаю, конечно, детям это тяжело, да и взрослым тоже. То есть есть что-то щурится, да, вот это вот постоянно напрягается. Итак, коллеги, мы с вами сейчас услышали вот такие мнения родителей, и обратите внимание, они что-то знают, что-то не знают. У половины детей в наследственности близорукость, и мамы сидят в очках, и в очках там высокой степени, с высокой степенью миопии при этом мы видим, но они, да, кто-то, например, уже дорастил до минус пяти близорукости у своей дочки. То есть они действительно, вот эта статистика, которую мы вам показывали, что 50%, например, не знают, что может у наследовано быть близорукость, она совершенно справедлива. Соответственно, и вы видите, что родители, в принципе, вовлечены, это случайные родители, плюс меня зато позвали на прием, на очередной в том числе. И родители, они на самом деле хотят знать о своем ребенке, они хотят знать и слышать информацию о здоровье своего ребенка. И иногда, может быть, нам кажется, что это слишком сложно, что мы не будем об этом рассказывать, это слишком дорого, может быть, будет для них. Пожалуйста, поменяйте мне кликер или переключайте слайды, потому что он очень плохо работает. Спасибо. Еще раз. Да, поэтому самый главный совет родителю интересно слышать не о методах как таковых. И на самом деле, может быть, не так интересно слышать какие-то научные выкладки, проценты и так далее. Им интересно слышать про своих собственных детей. Но прежде чем мы им будем про детей рассказывать, нам нужно с этими детьми-то познакомиться, нам напрямую, даже не со слов родителя, поговорить с самим ребенком, а что он-то хочет, что он может, что он думает о своем зрении, о том, что с этим делать. Давайте теперь послушаем. Следующее видео. Послушаем, почему некоторые дети нам сами даже, да, запускать можно, сами говорят, почему для них метод выбора будет, коррекция. Ты носишь их прям с утра надеваешь, вечером снимаешь, весь день или не весь? Как у тебя получается? Ну, когда я занимаюсь спортом, то я их снимаю. А каким спортом занимаешься? Я йогой. А скажи, вот в очках неудобно заниматься йогой, да, поэтому ты их снимаешь? Да. Да. Сколько это часов у тебя одно занятие? 40 минут или час? Ну, обычно от 40 до 50 минут. Скажи, пожалуйста, в семье у кого-то есть у тебя снижение зрения? Да, у мамы и у брата. У мамы и у брата, хорошо. А они носят очки или линзы? Мама носит и очки, и линзы, а брат носит очки. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься вне школы? Какие-то специальные, там, дополнительные занятия, спорт? Танцами. Танцами. Какими? Хип-хоп. А, вот, активными. Я помню, что мы с тобой говорили, что ты какими-то активными танцами занимаешься. Как ты думаешь, насколько это удобно будет делать в очках? Ну, я думаю, есть движения, которые будет совсем неудобно делать в очках. И поэтому, собственно говоря, мы, поскольку с тобой говорили уже заранее, что можно подобрать линзы, сегодня мы с тобой это сделаем, да? Хорошо. Не боишься? Нет. Нет, ну, отлично. Скажи, как давно ты плохо стал видеть? Примерно два с половиной года назад. Так. Ты стал сразу носить очки или через некоторое время? Только через год-полтора. А как обходился в это время? Ну, приходилось щуриться иногда, но старался не щуриться. Так. Пытался разглядывать без очков. Так. А бывало такое, что у соседа, например, подглядывал что-то или подходил ближе к школьной доске, чтобы что-то разглядеть? В последнее время приходилось смотреть, просить кого-то, чтобы дали посмотреть. Угу, хорошо. Скажи, когда стал носить очки, носишь их теперь постоянно? Утром надеваешь, вечером снимаешь или как? Нет, только когда нужно, тогда надеваю. Так, то есть постоянно не носишь. А почему? Потому что есть риск, что может зрение как бы ухудшится, и поэтому мы хотим быстрее линзы. Расскажи, а чем ты кроме школьных занятий занимаешься? Я пою в хоре Большого театра, солирую там. Класс. Плюс я учусь в музыкальной школе, я пианист, уже играл в Большом зале консерватории. Мы тут все обзавидовались тебе, да? В этом году много где выиграл, занял первые места на гранте мэра Москвы, лауреатом стал. А как хорошо тебе видно ноты, когда ты занимаешься? Хорошо. Нормально, да? А зал, например, когда ты смотришь? Зал плохо. Плохо. А в хоре? В хоре вот вблизи до руки видно, после руки нет. А в хоре у вас же есть какой-то руководитель, который вам дирижирует. Как ее видно? Размыто. Размыто. То есть в линзах ты как раз сможешь ее нормально видеть. Вот, то есть я так понимаю, что в целом тебе в очках все удобно. Или бывают какие-то такие ситуации, когда хочешь и хорошо видеть, и быть без очков? Я хочу быть без очков, потому что линзы становятся толще. Я не могу выбрать оправу, которую я себе хочу. И они все толще и толще, и они уже выглядывают из оправы. Также хотелось бы на физре тоже ходить в очках, но этого делать нельзя, потому что мечи летают очень. Чтобы хорошо видеть, и на физкультуре тоже. Мечи летают очень. Да, и собственно, мы продолжаем, да, вот показали вам видео, продолжаем. То есть нужно поговорить с ребенком, выявить его потребность, которая нам расскажет, какой метод замедления прогрессирования оптический для него будет самым лучшим. И когда вы разговариваете дальше с родителем, пожалуйста, возвращайте родителю слова ребенка, не общие предположения, а вот конкретные потребности. И вызывайте любопытство родителя. Смотрите, если нам, если родителю не интересно, в принципе, нам не интересно, если у нас ощущение, что нас это не касается, то мы не склонны принимать решения, мы не склонны вовлекаться в разговор, да, как-то в нем участвовать, пытаться понять. Поэтому в чем смысл вызвать любопытство, какой вопрос задать? Например, вот мы видели Полину, которая 17 лет, которая переживает, что у нее очки. То есть мы маме говорим, смотрите, Полина отмечает, что у нее стали очень достаточно толстые лензы в очках, они выглядывают из-за правы, возможно, она стесняется. Вас это беспокоит, как маму? То есть вот, или, например, если мы говорим не конкретно про лензы, а про замедление прогрессирования миопии. Смотрите, у вашего ребенка за полгода мы потеряли еще две строчки вдаль. Вас это волнует, вас это тревожит, что у него там утолщаются очки, растет минус, что у него уже столько-то. Чтобы у родителя загорелась лампочка, меня что, это должно волновать? То есть вот, понимаете, чтобы возникло любопытство, я должен на эту тему что-то сделать, подумать, и тогда вот с этого места мы уже идем в карьер, с этого как раз вызванного любопытства. Итак, если мы уже с вами, в общем-то, сошлись на том, что нам нужно выявлять миопию, назначать методы замедления, прогрессирование миопии, и у нас, в общем-то, складывается понимание, что есть часть детей, и дети сами об этом говорят, сами в этом признаются, которые хотели бы использовать именно контактные линзы. Им это либо жизненно необходимо, как, например, Миша, который солирует в Большом театре, и на самом деле ему не видно ни дирижера, ни его товарищей по сцене, либо кому это просто хочется, может быть, тоже и понятно, почему эстетически, как, например, Полине, у которой миопия высокой степени, и она говорит и замечает, что и очки ее становятся толще, но мы с вами знаем, что ретинальное изображение ее становится меньше, и периферическое зрение у нее на этом фоне, периферия, не периферическое зрение, а периферия начинает страдать. Поэтому кому же мы можем назначить именно с целью и замедления миопии, и коррекции зрения именно линзы MySightOneDay? Ну, мы сошлись на том, что всем нужна коррекция рефракции, хорошее зрение, и всем нужно использование метода замедления. Ну, и дети хотят быть свободными от очков, или им это удобно. Я вам уже несколько примеров привела, и вот я вас хочу спросить, у нас сегодня не только мы с Сашей ведем этот мероприятие, но родители и дети в нем участвуют, и вас мы хотели бы тоже привлечь. Что дети у вас говорят? Почему они не хотят носить очки? Стесняются, так еще. Запотевает зимой для нас, это актуально. Так, еще. Неудобно. Родители, ага. Вот как Миша, да. Вот этого, да. То есть они же тоже не сами это придумали. Откуда-то они это услышали. Так, еще. Есть какие-то еще варианты? Нос болит неудобно, щеки давят, да. То есть самые разные моменты, которые нам как бы говорят о том, что в целом есть у нас пациенты, которым очки либо неудобные, либо они прямо приходят к нам в кабинет, мы либо еще вообще им не назначали очки, или до нас им не назначали. Потому что вот Саша, например, с минус 5, она ко мне первый раз пришла, и у нее уже минус 5. И, конечно, это был для меня не очень простой моральный, так сказать, момент. Я каждый раз, меня это прям бурлит во мне, все кипит. И вот дети, которым либо не назначали очки, либо назначали, но они не носят. Притом это могут быть как монофокальные очки, так и дефокусные очки. Вы можете порекомендовать контактную коррекцию. Мы должны им рассказать, родителям о том, что у них есть выбор. Детям, если они уже даже, например, используют линзы, ортокиртологические, но по какой-то причине, либо они нарушают режим, ухода, сна, не получают достаточного эффекта. Вы понимаете, что метод надо поменять. Вы можете назначить MySightOneDay. Либо детям, которые уже используют монофокальные линзы, но вы понимаете, что им нужна не только коррекция, но и замедление миопии. То есть это тоже целевая аудитория. То есть если мы посмотрим, по сути, каждому ребенку с близорукостью, если он использует методы или не использует, мы можем назначить MySightOneDay. Ну и важный момент, который я здесь отметила, без ограничений по аккомодации и бинокулярному зрению. Если у вас есть вопросы, мы весь день на стенде будем рады на них ответить, потому что это все немножко не наша тема, но поскольку вопрос часто возникает, ограничений нет. Итак, в коммуникации, после того, как мы вызвали любопытство родителя к тому, что мы сейчас будем говорить, мы предлагаем использовать следующий принцип. Есть пять ключевых вопросов, на которые нужно родителю обязательно дать ответ. Причем самое главное, что я хочу донести до вас, что сообщения должны быть короткие и простые, и релевантные для этого ребенка, подходящие конкретно этому ребенку. Почему короткие? Потому что, знаете, такой психолог был еще в конце 19 века, но по-прежнему до сих пор на него ориентир, Рецепт Бенгауз, который исследовал классические методы исследования памяти, который, вы знаете, что запоминается лучше все, что в начале и в конце, это вот он, и он еще много что написал про память, в том числе исследования говорят его о том, что через 20 минут мы уже уходим только с 40% информации, то есть через 20 минут, от того, что мы там рассказали, услышали, у нас стало 40%, а информация, которая сложная, она запоминается в 9 раз хуже. То есть если вы, у нас задача не наговорить, вот как наш шеф говорит, чемодан слов родителю умных, мы знаем много о близорукости, о методах замедления, нам нужно дать короткие, емкие, релевантные сообщения, буквально 2-3 фразы. И внимание, это тоже не безграничный ресурс, внимание родителя. У нас на весь разговор о том, чтобы рассказать полностью, что за метод, что нужно делать и так далее, у нас буквально 5-10 минут на самом деле. Дальше уже внимание, оно расфокусируется. Ведь нам важно не загрузить родителя информацию, а привести его к чему? К решению, к действию, чтобы он принял его. Сообщения должны быть простыми, еще потому что запутавшиеся люди, ничего не понимающие люди, они, во-первых, не принимают решения. Человек, который запутался, он не в состоянии принять решение. А человек, который не понимает чего-то, он этого немножко побаивается. А тот, кто побаивается, он опять к этому решению не идет. Итак, какие же ответы мы должны дать абсолютно точно родителю? Во-первых, что это такое? Это, кстати, касается, ну так уж если, да, можем кастраполировать это не только на, например, контактные лензы, MySightOneDay на назначение. Ну и в принципе, вот у нас первичный ребенок с близорукостью, нам нужно сказать ему, что нужно замедлять близорукость, как бы, пардон, да, продать родителю эту идею, в хорошем смысле слова. Вот, и нам нужно рассказать, во-первых, что это такое и как это работает. Две фразы простые. Итак, дальше. Мы должны рассказать, чем это отличается от обычного. Почему именно, например, мягкие контактные лензы MySightOneDay, а не монофокальные очки, допустим. Следующий, нужно ответить на вопрос, как я пойму, что это работает. То есть мы сейчас будем расшифровывать все эти пункты. И последний, самый главный, зачем именно моему ребенку это надо. И здесь как раз важны релевантные сообщения. Давайте начнем с первых двух вопросов. Мы предлагаем их объединить. Что это такое и как это работает. Вполне тут все логично, потому что информации в общем и целом достаточно немного. Мы должны объяснить, что Lean the MySightOneDay, это специальные детские лечебные линзы. И когда мы говорим о том, что у нас есть регистрационное удостоверение, где написано детские терапевтические линзы, то есть по сути мы эту информацию и доносим до родителей. Важный момент, что это линзы ежедневной замены. Потому что мы дальше будем говорить, что многих родителей беспокоит уход за линзами. Однодневные линзы, это очень понятно и легко. То есть что это? Это специальные детские лечебные контактные линзы ежедневной замены. И как это работает? В целом мы увидели с вами уже, как выглядит линза. И у вас у всех на ваших стульях есть вот такой очень удобный рабочий материал для работы с пациентом с близорукостью. Первые вот эти развороты, они посвящены вообще тому, что такое миопия. Вот как раз, как ответить на что это миопия? Вот первый вопрос. Откуда это взялось? Вот, например, дальше у нас факторы, которые влияют на развитие близорукости. Дальше, что будет дальше? Это риски для здоровья глаз. Как мы можем помочь? Методы замедления. И если мы переходим уже к вопросу, что такое линзы MySightOneDay, вот этот вот разворот как раз нам помогает ответить. У этих линз есть зоны, которые обеспечивают четкое зрение. Первая задача, которую мы решаем. Второе. И зоны, формирующие дефокус, которые обеспечивают лечебный эффект, замедляют рост глаз. Все время, пока ребенок носит линзу, она работает, замедляет прогрессирование. И для достижения оптимального эффекта мы должны носить линзу не менее 10 часов в день, не менее 6 дней в неделю. Иначе мы не достигнем того эффекта, который заявлен. У нас, и мы об этом ответственно заявляем, нет данных ни у нас, ни у компании, которые производят очковые линзы, о совместном использовании очков и контактных линз. Чтобы MySight работал, вот такой режим назначения, и информация, которая на стенде у нас предоставлена, тоже вы с этим можете познакомиться, с правилами подбора. Ну и кроме того, вот Александра начала говорить о внимании. Очень важный момент, что внимание, это на самом деле исчерпывающий ресурс, и мы должны очень использовать это время, которое у нас есть. Обращайтесь к разным центрам получения информации. Вы говорите вслух, обязательно используйте как раз печатные материалы, потому что визуальная информация, она связана с центром эмоций, и когда человек что-то видит, у него еще и эмоции подключаются, ему легче принять решение. Поэтому вот печатный материал, мы с вами им делимся. Хорошо, давайте послушаем, как, например, Марина отвечает на эти вопросы. Можно нажать включить. Что такое вообще линза MySight? Это специальная лечебная детская линза, которая замедляет прогрессивание миопии, и она имеет в своем дизайне две зоны. Первое из них, здесь вот они отмечены светло-фиолетовым, они обеспечивают четкое зрение, это то, почему, в общем-то, приходят родители, приводят детей, потому что ребенок плохо видит. И первое, это обеспечивает четкое зрение. И дальше это две терапевтические лечебные зоны, которые создают дефокус, которые как раз замедляют прогрессирование миопии. Вот и все. Родителям достаточно понятно. Они могут задавать уточняющие вопросы. Итак, с первыми двумя вопросами разобрались. Что такое, как работает. Следующий вопрос. Чем это отличается от обычного? Давайте вот как раз здесь расшифруем этот вопрос по факту. Почему я должен платить больше? Правильно? Вот. И относительно MySightOneDay, один из первых очевидных ответов, потому что это линзы, а не очки. Детям нравится носить контактные линзы. Это существенно повышает их качество жизни. Давайте посмотрим на детей, которые носят контактные линзы MySightOneDay, что они говорят о своем опыте ношения. Спустите, пожалуйста. Почему мне нравится носить линзы? То, что в них удобно. Когда идет дождь или снег, ты все прекрасно видишь. Также в линзах намного удобнее сидеть на уроках, так как самый важный момент, у тебя могут запотеть очки. Потому что я все вижу, никто даже не замечает то, что я в линзы хожу. Раньше в очках надо мной все смеялись. Просто-напросто. В линзах однозначно удобней, потому что больше кругозор, все лучше видно. Также, когда рисую на природе, ну, не запотевает стекло. Что удобнее все-таки в линзах, потому что, допустим, если мы выйдем зимой на улицу и побудем там немножко и придем домой, то очки могут запотеть, а линзы, они не могут запотеть. Либо, допустим, мы бегаем, и очки могут спадать, а линзы, они не могут спадать. Значит, линзы мне нравится носить больше, так как в них обзор больше. Вот, так же я занимаюсь мотоспортом, мотокроссом. Вот, и в нем присутствует падение. Если человек будет ехать в очках, то во время падения у него есть шанс получить травму, либо глаз, либо лица. Кристина, как тебе в линзах? Нормально. Может, очки обратно? Нет. Оставить тебе удобно линзы? Да. Сейчас как раз Кристина покажет, как она легко это делает. Кристине 6 лет. Мы специально поставили, ну, понятно, что дети разного возраста надевают, есть сомнения, да, иногда у врачей, у родителей, а сможет ли ребенок. Она даже в некоторой степени это, может быть, воспринимает как игру, что еще одна галочка, что я еще что-то научилась делать. Кроме того, интересный момент, что если, например, уже в подростковом возрасте уже склонны иногда пациенты нарушать какие-то правила, то есть если маленького ребенка мы научили мыть руки и чистыми руками надевать линзы, они так будут делать всегда. Если, как мы научили, ложкой есть, да, и человек это уже ест, это все, у него уже рефлекс. Вот тут та же самая история. И дети делают это правильно. Итак, одна из частей, да, мы ответили вам, почему линзы не очки. Детям нравится носить линзы. Почему еще, да, почему так дорого? Мы с вами, кстати, видели, да, половину аудитории ответили, что я назначаю, но, да, дорого. Это конкретно относительно MySightOneDay. Какие есть еще у родителей вообще, в принципе, опасения о контактных линзах, как методе? Спустите, пожалуйста. Возможно, например, для, вот, плюс для тех детей, которые стесняются очки носить. Понятно. Ну, единственное опасение, возможно, за кихиену рук, плюс еще там ребенок может забыться, почесать глаз. Например, на занятия выпалить от линза. Ну, только из-за этого. Как я ношу сама линзы, я наоборот за. Вы наоборот за линзы в целом. У вас положительный опыт. Да. Понятно. Понятно. У меня у самой большой опыт в отношении контактных линз. Но каким-то образом, когда я пришла очередной раз покупать линзы, ну, из-за одной проверить зрение, мне сказала врач, там же, в том месте, где продавались эти линзы, что у меня роговица очень сильно стерта и повреждена, и мне там хотя бы месяц нужно воздержаться от линза, лучше месяца три. И как-то я пока воздерживалась. Я, кстати, я это не чувствовала. Она сказала, что роговица прямо в плохом состоянии. Я несколько опасаюсь линз, что могут быть проблемы с роговицей. Мы читали, собственно, мы сюда за этим пришли еще пройти обследование и получить еще одно квалифицированное мнение. Мы остановились пока все-таки на дневных линзах. Они для нас в данный момент более эффективны. Вы каких-то опасений серьезных не испытываете по поводу? Ну, от серьезных нет. То есть нам больше интересует, как правильно пользоваться, правильно подобрать. Это понятно. Ну, и качественные линзы, собственно. То есть вы думаете, что это будет функциональнее для ребенка? Думаем, да. В некоторых это просто нужно. То есть, ну, элементарно, вот в большом, когда поют, надо же видеть дирижера, он с оркестром играл. Не знаю, мне кажется, я, конечно, не очень хорошо отношусь к контактным линзам, потому что, ну, так как у меня мама носила, ну, у нее были жесткие линзы, конечно, там, при таком большом минусе. И она всегда мне тоже с детства это вдалбливала, что линзы это плохо. Я очень долго носила линзы тоже. Но в плане дети, они как бы не совсем соблюдают гигиену, я считаю. Все равно вот грязными руками могут глаза. Вот это вот у меня как бы настораживает. Опасения, да? Да, конечно, я сама носила, я знаю, что это выручает очень хорошо. Я не против линз, но... Да, но... О чем больше всего беспокоятся родители, вы услышали? Про гигиену, про безопасность. Да, совершенно верно. И теперь отвечаем на вопрос, почему так дорого. Потому что это однодневные контактные линзы, которые имеют самый высокий профиль безопасности. И мы знаем с вами, что уровень осложнений в ежедневных контактных линзах, он либо где-то отсутствует, где-то минимальный. По крайней мере, в исследовании, на которое мы ссылаемся, это исследование контактных линз MySiteOneDay, за 6 лет биомикроскопическая картина у детей о состоянии глазной поверхности не поменялась в принципе. И вот здесь QR-код, который ведут на наш сайт, раздел специалистов, чтобы вы могли посмотреть видео доклада Марины по безопасности контактных линз в принципе и конкретно MySiteOneDay. Также есть у нас статья, опубликованная в Вестнике оптометрии, тоже на нее QR-код вы здесь видите. Итак, потому что это безопасно. А почему еще? Что такого зашито в стоимость этого продукта? Давайте послушаем родителей, в принципе, что они еще как бы, да, а почему они думают, что миопия опасна? Ну, опасно, во-первых, и в школе что-то она не видела с парт, хотя она сидела на второй парте, возможно, отставание. По учебе? Да, приходилось спрашивать, что она не видела у других школьников, возможно, там домашнее задание какое-то. А вот с точки зрения здоровья, близорукость, как вы думаете, это опасно или нет? Здоровье глаз? Ну, это тоже мешает жизни. Мешает жизни? Конечно. То есть ребенок может... Ну, в зависимости у нас, конечно, не такое сильное, да, снижение зрения, но если сильное снижение зрения и ребенок, например, стесняется ходить в очках, то я думаю, что и травма опасна. Я знаю, что глазное яблоко вытягивается туда вглубь головы, соответственно, растягивается сетчатка. Опять же, ну, например, женщинам иногда делают противопоказания даже естественным способом рожать детей, потому что могут быть проблемы с сетчаткой. Итак, вот что говорят родители о близорукости, и назначая метод, замедляющий линзы контактные, не простые монофокальные, а замедляющие прогрессирование, мы даем следующие ценности здесь. Лечебные линзы, а значит, будет лучше зрение между осмотрами, раз ребенок будет увереннее себя чувствовать в повседневной жизни, снижаются риски близорукости высокой степени, что тоже неудобно, в принципе, во взрослой жизни, и, конечно, осложнений, связанные с этим. Об этом знают, в том числе, сами родители. Итак, вот как мы говорим, чем MySiteOneDay отличается от других методов. Запустите, пожалуйста. Вот здесь в брошюре, которую мы вам выдали, эта информация есть, она отличается от других методов тем, что, во-первых, это более контролируемый метод, то есть ребенок при вас утром надевает линзы и при вас вечером снимает, и вы уверены, что весь день ребенок у нас в линзах ходит, да? Затем это метод, исследованный в плане безопасности, то есть дети в исследовании носили эти линзы каждый день 6 лет, и состояние здоровья глаз было таким же хорошим, как и в начале, да? То есть, в принципе, тут все спокойно. Кроме того, однодневный метод – это, конечно, самый безопасный. Да, то есть, вот вы подчеркнули те цены, почему дорого. Ну и следующий вопрос, как раз я услышала в зале относительно того, почему дорого, относительно эффективности, да, у родителей есть вопрос, а насколько вообще это эффективно. И вот как раз, как я пойму, что это работает, это о эффективности. И у нас в этом смысле есть два сообщения о MySite в целом и о конкретном ребенке, с которого к нам пришел родитель. Почему я должен верить вообще и согласиться на назначение этого метода? И у нас есть ответ, потому что замедление близорукости в два раза с помощью MySiteOneDay доказано самым длительным 7-летним исследованием. Это международное исследование 4-центровое, да, то есть в самых разных частях мира было проведено. И у 90% детей был выявлен эффект замедления прогрессированной миопии. Об этом вчера Максим как раз на своем докладе рассказывал. То есть первое, что это эффективность, доказанная клиническим исследованием. Самое то, что ищут родители в плане доказательной медицины. Ну и как я пойму, что MySite работает конкретно у моего ребенка, конечно, это наблюдение. Потому что назначить, выписать метод и уйти навсегда, пропасть на сколько-то лет, так это не работает. Конечно, обязательно раз в 6 месяцев нужно минимум приходить на осмотр, контролировать минус рефракцию, да, измерять длину глаза, если вы это можете, и сравнивать с данными за предыдущий период, чтобы вы могли видеть, что раньше миопия прогрессировала или прогрессировала более быстро, а сейчас вы видите эффект, что миопия прогрессирует медленней или вообще стабилизировалась. Вот тоже, как мы об этом рассказываем. Как мы как раз можем следить, это мы с вами делаем, во-первых, осмотры, смотрим, какой минус, да, и второй момент, мы можем здесь еще делать измерение длины глаза, биометрию. Вот, и мы видим в динамике то, что у Софи было, что у нее нету какой-то выраженной прибавки. Например, Софи 7 лет, можем сравнить с возрастной нормой. Возрастная норма у нас до 23, да, то есть 22,8 это даже уже приблизорукости, то есть в целом у нее глаз длиннее, чем в норме, как приблизорукости, к сожалению, есть, но наша задача сделать все, чтобы он рос не так быстро. И вот тогда на следующий раз прийти, да, то есть сегодня у нас с вами август, где-то через 3-4 месяца мы можем контрольный осмотр тоже сделать, потому что, в принципе, если вы делаете биометрию раз в 3 месяца, то вы можете уже видеть изменения в виде сотых или отсутствие изменений, то, чего мы ждем. Да, ну, собственно, последнее, на что мы говорили, почему мы именно вашему ребенку это надо. И тут простой ответ, вы опять возвращаете на ту конкретную информацию, которую вы услышали от Саши, от Эльвиры, от Миши, от Полины. Итак, последнее, что нам нужно сделать, это договориться о действиях, привести родителей к конкретному действию. И для этого есть такие вопросы специальные. Не просто абстрактно он кивнул головой, ага, да, я пошел, я подумаю. Нет, нужно задать конкретный вопрос, получить конкретный ответ. Вы согласны начать замедлять близорукость? Вы готовы использовать этот метод? Когда мы с вами подбираем MySightOneDay, чтобы у вас был план действий? И затем, когда линзы подобраны, расскажите, как их приобрести. Видео. У вас рецепт на линзы есть. Если вы понимаете, что все получается, вы просто приходите и упаковки приобретаете. Можно по 30 штук, это тогда у вас будет две упаковки на месяц. Либо есть еще сразу большие экономичные упаковки, чтобы вам часто не ходить. Это две упаковки по 90. Да, хорошо, спасибо. Важный момент, что линзы MySightOneDay не продаются в интернете, не продается онлайн. Это линза, которую вы назначаете, и к вам, может быть, можно провести аналогию сорта гиротологии. К вам, пациент, ваш кабинет возвращается за приобретением упаковок. Поэтому, если у вас есть возможность, например, отслеживать, у нас есть для этого специальные инструменты, можно тоже подойти на стенд, мы расскажем. Если у вас есть возможность отслеживать, контролировать, вы видите, что вы назначили метод, а ребенок не возвращается, вопрос. Он вообще не носит линзы? А может быть, ему надо просто чуть-чуть подучиться снимать, надевать? Или он ушел в какую-то другую оптику, куда вы его потеряли, или клинику. То есть, что с пациентом? Поэтому как раз контрольные осмотры раз в 3 месяца, раз в 6 месяцев, они помогут и вам, и родителям стать комплоентными, приверженными к использованию того или иного метода. Обязательно нужно об этом говорить. Ну и у нас на данный момент есть два вида упаковок, как мы сказали, 30 штук и 90. И вот вы видели в видео, что я, когда разговаривала с мамой, использовала таблицу центельную, то есть как изменяется аксиальная длина в разном возрасте. И вот в нашем чате специалистов приглашаем вас к нему присоединиться. Мы даем как раз такую информацию и справочную, и статьи о контактной коррекции, о коммуникации. Поэтому приглашаем вас к нашему чату, задавайте вопросы, если вдруг есть вопросы в целом вообще про контактную коррекцию. И, соответственно, в финале, я думаю, мы посмотрели еще раз в лица наших пациентов, наших родителей, немножко освежили, так сказать, у себя в голове понимание коммуникации, что это должно быть быстро, четко и, самое главное, направлено на конкретного ребенка, на конкретного пациента и его родителя. Что это, как это работает, чем это отличается от обычного, как я пойму, что это работает и зачем это нужно конкретно моему ребенку. На эти вопросы мы сегодня ответили. Если у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады ответить на них на стенде. Спасибо вам большое за внимание. Я еще раз призываю вас пользоваться нашими печатными материалами, такими как презентер. И у вас, вы на стенде также можете получить материалы для родителей. Здесь есть QR-код, который отправляет родителей на сайт, где они могут в цифровом варианте с этой информацией познакомиться. Вот здесь вся информация есть. Спасибо. Спасибо большое коллеге. На этом наш стрит закончен. Если вам хочется обсудить дальше, ждем вас на стенде. Спасибо. И мы будем рады обратной связи. Спасибо.